По-моему, они начали лезть. А кто кончил уже? А мальчишки? Да, и не забудьте о том, что спицы ревствуют, поэтому пользуйтесь вот этими штуками, которые летают. Здравствуй, дружок! Привет! А теперь погода. Холодно. Итак, это дискотека Варь. Субтитры делал DimaTorzok Дискотека у нас, значит, свой клуб. У нас сначала всё ломалось, поэтому мы назвали свою дискотеку «Авария». Вот, на всякий случай, если что бы нет, самое не... Чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы. Как был создан супер-хит лета, ушедшего в 99-го года «Труба зовёт». Некоторые считают, что это ваши воспоминания о прожитой лагерной жизни. В хорошем смысле этого слова. Некоторые как-то иначе говорят, что кто-то из исполнителей дискотеки «Аварии» когда-то играл на трубе, и вот какие-то воспоминания такие. Тоже можно мотивировать. Значит, в контексте этой песни совсем неожиданное значение получает слово «труба». Вот, и если вы внимательно слушаетесь, значит, значение этого слова в этой песне, то вы поймёте, что на этой трубе играли все. Вот, собственно, об этом песня. Нет, я не играл, стоп, я уже... Я повторяю, я играть не умею ни на чём. По-моему, они... Про некуда деваться или про трубу зовёт? Труба зовёт? А, тогда Алёша прав. На этой трубе играли все, я в том числе. Кроме меня, повторяю, кроме меня. Они все играли на этой трубе, они нормальные парни. Труба зовёт. Нормальный лозунг хорошего мужского начала. Вот. Ваш дебют стал с альбома «Песни про тебя и про меня»? Да, конечно. Потому что все узнали песню, что тебе некуда деваться, что ты кинула, что ты не девочка теперь, труба зовёт. Ну, а как же без этого? Не хотели вообще его выпускать в таком виде, в котором он вышел, вообще, если серьёзно сказать. Вот. В принципе, тот альбом, который появился сейчас, перед Новым годом, вот это тот альбом, который мы хотели выпустить вообще изначально. И когда и как получилось то, что вы решили, собрались вместе, давайте сделаем именно, как бы, группу, как бы, начнём песни петь. Мы набухались, да, решили это сделать. Не, ну, на самом деле ничего же не происходит на пустом месте. Нельзя вот так просто сесть с четырём мужикам и решить, а давайте группу сделаем. Вот. А это всё. Всё одно вытекает одно из другого, что сначала там пели какие-то песни под гитарой, потом тусовались там на КВН-овских сценах, на Стэм-овских, делали какие-то сценки, заморочки. Потом у нас же была своя радиопрограмма на Ивановском радио, называлась «Сикотека Авария». У нас там тоже были всякие заморочки, были какие-то рэпы, но это тогда не были целые песни. Ну, просто всё росло, росло, потом всё одно на другое наложилось, появилась одна песня, вторая. Потом мы с этими песнями стали ездить. То есть, как бы мы ездили в дискотеку и при этом пели две песни, а в конце концов у нас набралась программа на собственный концерт. Вот. Можно сказать, с тех пор мы группа. Ну вот, в принципе, и всё. Наша рубрика подошла к концу. Смотрите нас обязательно в следующее воскресенье, потому что будет очень-очень интересно. Спасибо вам большое за внимание. С вами был я, Дмитрий Докин. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!